Мои прекрасные зрители, доброе утро! Наши вам здрасте из Одессы! Приветствую вас в своем осеннем саду. 20 сентября 24 года у нас прохладно, розы вздохнули и начали цвести. Зафейри снова покрылась цветами со всех сторон. Вот этот ракурс сейчас очень-очень яркий, красивый. На фоне сосен, сосны такие красивые распушились. А вот там малинового цвета, это розариум ютразм, цветет третьей волной. Такой он у меня трудяшка. Вот не могу прямо на него пожаловаться. Не болеет, растет отлично, цветет тремя шикарными волнами. Ярко выраженные три волны. Вот это уже третья. Вот сколько бутонов. Все это еще будет свисти. И он у меня не болеет. Я тебе сейчас вынесу то, что одинок замачивает. Хорошо. Думаешь, что да. Да, выноси все, что есть. Это Юра мне уже готовит тару для того, чтобы сюда грузить растения, которые я сейчас буду выкапывать для закарпатского участка. Меня здесь полушатливо так сказали. Что вы называете свой закарпатский дом? Дом. Слышите? Дачкой. Такое впечатление, что это домик 2х3. Ну а как же, конечно, дачка. Это как бы предназначение ее дачей быть. Это же не дом, это же дача на самом деле. А дом наш здесь, а там дача, да. Для временного пребывания, так сказать, и для отдыха, и для удовольствия. Юр, я посмотрю, хватит или нет. Я выкопаю, там видно будет. Не хватит прицепа? Это классно. Прицепа не хватит, говорит. Но я буду стараться упаковывать так щельненько. Щельненько и это самое. Потому что надо будет еще две корзины эти поставить. Да, корзины еще. И на ковер положить. Хорошо. И очень мне нравятся флоксы. Вот этот фиолетовый. Я вообще была такая недовольная, что он у меня появился. Потому что мне казалось, что это какой-то пересорт. Но он цветет и цветет бесконечно уже 2 месяца. Его бы, конечно, ближе сюда выдвинуть на более такой передний план. О, ничего, он и там нормально тоже выглядывает. И вот новичок цветет. Алиса, правда, его обыдрала немножко. Сделала в Викусе букетики. Но цветет. И вот там вторая серия уже начинает завязываться. Тайная дорожка в секретном садике после дождей так посвежела. Вербейник монетчатый, новые, дал побеги. Свежие понарастали. И красиво сейчас смотрится. Седом вот этот розовый разбавляет мне мои можжевельники. Ну вот, разорем ютразом. Видите, какой. А что-то у нас тут дождик. Ну вот от сырости немножечко, да. Дождь, потом солнце. А вообще, вообще я на него не могу прям пожаловаться. Не нарадуюсь. Здесь зебриночка моя потихоньку тоже пошла давать новые приросты после дождя. А то что-то она приуныла немножко у меня. Не знаю, оставить ее здесь или забрать с собой. Может быть, пусть годик порастет тут после пересадки. Немножко в себя придет. А может быть, поделить, забрать с собой кусочек. Но это еще буду думать. Кто-то у нас такой большой побег дал с цветами. О, это барокк. Моя плетистая барокк. Наконец-то захотела быть плетистой, действительно. А не просто каким-то невнятным кустиком. Мощнейшие побеги дала диди Бридж-Вод. Вот они прямо выше, чем дерево-сливы выбрались. Нужно будет подвязать аккуратно, чтобы ветром их не сломало за это время. И вот это вот моя... Вечно забываю ее название. Графиня Беттина Бернардо тоже напускала новых. Вот буквально после дождя, сколько это прошло? Несколько дней, и розы просто ожили, ожили. Такая черешня у нас огромная. Она росла за это лето. Мы обычно ее спиливаем после плодоношения. В этом году как-то вот упустили, и она так размахалась. Просто очень большая. На половину участка. Это непорядок. Непорядок. Розариум на радости, что посвежало, выдает просто огромные цветы. Но это для этого сорта действительно огромные. Обычно они раза два меньше. Так, прогулялись. Пора браться и заработку. О, это у нас что тут цветет? Это этруска. Этруска или Мариэн? Откуда? А это Мариэн. Это не этруска. Мариэн давал цветочек хороший. Такой яркий. Вот прошлись, прогулялись, посмотрели, что где. Подышали воздухом и примемся в заработку. Буду выкапывать растения потихонечку. И я уже начала. Вот выкопала уже Вероникаструм. Ой, даже вытащила, куда его поставила. Вот он. Вероникаструм выкопала. Очень он мне нравится. Но ему нужно солнце. Тут у меня солнца, как вы понимаете, нет. И места другого для него нет. В общем, буду выкапывать те растения, которым по какой-то причине у меня не очень комфортно. Либо которых много. Вот, допустим, колокольчик. Персиколистный. Вот заросли эти зеленые. Это все он. Он самосейка такой. Сейчас его тоже возьмусь выкапывать. И, кстати, вот как цветет еще гортензия. Та, которая предположительно была до пионовола, но все-таки тоже оказалась юандмилав. Пересаживала я ее две недели тому назад из горшка в грунт. И вот она как нормально выглядит. Если она и в следующий сезон будет свисти одновременно вот с этой хвостой, это будет просто замечательно. Не прячься. Также буду выкапывать травянистый гибискус болотный. Ему тут совсем нету солнца. Он любит открытые солнечные места. Бедный он совсем у меня стал маленький. Потому что растения его окружающие вырастают, а ему солнца все меньше. Поэтому тоже будет отсюда уезжать на более солнечное место. Это малиновый, а там еще у меня есть дальше розовый. Его тоже выкопаю. Посажу их оба рядышком. Пускай они красуются друг перед другом. Да, гибиску занял половину этого корыца. С такими объемами очень даже вероятно, что мне еще и места не хватит для растений. В общем, я все выкопала. Вот это все уже Юра потихонечку переносит в прицеп. Вот тут всякой мелочи полно. Флоксы там, лилии, гейхеры. Эти вот длинные петушки, ирисы болотные. Надо листья у них пообрезать, взять ножнички. Не забыть. Тут еще целая корыта. А что то, Юра? Стол, который Юра сделал, погрузил, любовно завернул в покрывало. Инвертор берем с собой. Там свет выключают надолго. Юра, а будет тент какой-то здесь? Будет, да? Ну, да, это тогда высоковато. Поставьте на пол. А вот это можно еще обрезать, вот эти вот зеленые. Да, ниже сделаю. Сейчас я их обрежу. Да, ставь, можно туда ставить. Места экономить. Это еще прицепа не хватит. Вот еще вот это вот все хозяйство. Ну, конечно, это все только в прицеп, в машину не пойдет. Так что вот такая у нас сегодня движуха. Сад остается под присмотром. Сейчас вы же будете спрашивать, я знаю. А с кем сад, а кто будет цветы поливать? Да, у нас тут будет жить наша родственница. Сад остается под присмотром. Дом остается под присмотром. Мама остается под присмотром. Вот такой у нас зеленый прицеп получился. О, еще ж корзины не погрузили. Где им место найти? Мой хендмейт заберу туда. Ну, там же тоже надо, чтобы было красиво, правда? Юра, мастер логистики. Нет, мастер упаковки. Гене упаковки. Все очень-очень экономно. Еще чуть не забыла. Хочу швербейничка еще копнуть. Прямо в горшочке его засунуть. И прямо вот так вот в горшочках и потом его высаживать. Ну, все. В общем, самое главное для меня это растение. Мы погрузили. Я не знаю, то, что в горшках-то точно доедет. Вот, потому что выезжать будем, ну, не сегодня. Еще даже не запланировали, когда. Ну, в ближайшие дни, конечно. Несколько дней им там придется постоять. А вот то, что с голым корнем, боюсь, что, может быть, и не дождется нового места жительства. Так, вот это еще возьму. Сюда кину, на всякий случай. Видите, там у меня сосна. Так, ну и все. Пока что все. А тут у меня Skyfall резвится вовсю. Неделю назад расцвел. Ну, а бордюр и защитка вполне оправдывают свои надежды. Поэтому весной я их, конечно, рассажу полностью вдоль всей клумбы. Ну, и на этом пока что прощаюсь. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok